Здравствуйте! В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Верховный суд Якутии удовлетворил ходатайство прокуратуры и отменил решение городского суда столицы республики о мере пресечения гендиректору кооператива Ярко Михаилу Мерикянову о подписке о невыезде. Учредитель ряда предприятий в сфере строительного бизнеса останется под домашним арестом на 2 месяца 15 суток. Напомним, по версии следствия, он умышленно не обеспечивал возврат привлеченных в кооператив средств. Это привлекло к образованию задолженностью свыше 20 миллионов рублей перед двумя тысячами пайщиков жителями республики. Дело Олега Родионова вернули на пересмотр. Напомним, следствием было установлено, что 6 августа прошлого года Олег Родионов умышленно с целью убийства нанес удары металлическими предметами по различным частям тела своему приятелю Павлу Калмыгину. Особый резонанс это дело получило после того, как стало известно, что обвиняемый является сыном начальника районного отделения МВД по Якутии Валентина Родионова. На трассе Вилю изгорел автобус, перевозивший 10 школьников. По предводительным данным, установлено, что около 6 часов утра возле села Кутана сгорел автомобиль Сан-Кьенг-Истана, следовавший из Якутска в Сунтар. Дети ехали из центра отдыха, путевки на который выиграли в бизнес-игре. Водитель заметил на панели знака неисправности двигателя и произвел остановку. Затем увидел дым, выходящий из-под капота, и начал эвакуацию детей. Однако отмечается, что ни педработники, ни родители, которые отправили детей в поездку, не позаботились о безопасности на дорогу. Водитель был оформлен как индивидуальный предприниматель, однако разрешения на перевозку групп детей он не имел. Транспортное средство не подходило для перевозки несовершеннолетних. Сам водитель в течение последнего года 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, поездка не была согласована с госавтоинспекцией. К счастью, обошлось без жертв. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, похожий случай произошел 30 января прошлого года в Якутске. Водитель перевозил учительницу и 12 учеников кадетской школы на транспорте, не отвечающим требованиям перевозки детей. Соответствующих документов у водителя также не имелось. В дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы Якутска. Она рассказала, что неизвестные похитили 20 тысяч рублей с ее банковской карты. Накануне происшествия потерпевшая познакомилась с молодым человеком в одном из ночных заведений столицы. Девушка пригласила нового знакомого себе в квартиру. Позднее она дала банковскую карту, чтобы новый ухажер купил сигарет. Подозреваемый снял деньги, купил сигареты и вернулся в квартиру. Злоумышленник застал девушку спящей и, чтобы снять с себя подозрение, удалился в уведомление о снятии наличности с ее сотового телефона и лег спать. По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего студента, уроженца Кобяйского района. В отделе полиции подозреваемый признался и пояснил, что похищенные деньги потратил на спиртное и развлечение. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Донжуану грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В столице республики 24-летний горожанин хотел похитить три флакона с туалетной водой из парфюмерного магазина на улице Ярославского. Мужчину задержали охранники магазина. Прибывшим сотрудникам полиции он рассказал, что собирался перепродать парфюм, а деньги потратить на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, приготовление к преступлению и покушение на преступление. Прокурор Нюрбинского района Якутии возбудил сразу несколько дел по нарушениям санитарных норм. Фигурантами стали шесть директоров школ. В ходе проверки было выявлено несоответствие нормам температурных режимов. Так, в ряде учебных кабинетов температура колебалась от 9 до 15 градусов. Учеба при низких температурах привела к увеличению простудных заболеваний у учащихся. В больнице района зафиксировано более 300 обращений школьников с диагнозом ангина, бронхит и ларингит. Кроме того, прокуратура внесла представление главе Нюрбинского района с требованием рассмотреть вопрос о выделении финансирования из местного бюджета для устранения причин. В столичную полицию обратилась молодая девушка 19 лет. Девушка искала в сети объявления о сдаче квартиры в аренду. На одном из сайтов потерпевшая нашла подходящий вариант и связалась с арендодателем. Без заключения договора, не требуя документов, девушка наперед отправила оплату за аренду 16 тысяч рублей. Теперь студентка осталась без квартиры и без денег. Схема простая. Мошенники снимают квартиры посуточно, после чего размещают объявления о сдаче жилья на длительный срок. Доверчивые квартиросъемщики, не спрашивая документов, отдают злоумышленникам плату за проживание. Порой сразу за несколько месяцев. Далее преступники отключают телефон и удаляют объявления из сети. Поэтому сотрудники полиции советуют проверять документы, подтверждающие права собственности. МВД напоминает гражданам быть длительными и не попадаться на уловки мошенников. В Мегино-Кангаласском районе в полицию обратился мужчина, который сообщил о грабеже. Были установлены подозреваемые. Ими оказались двое ранее судимых приятелей. В день происшествия подозреваемые распивали спиртные напитки. Позднее они отправились в гости к своему знакомому, но не застали его дома. Вместо него их встретил родственник. Они напали на потерпевшего и, применив силу, отобрали мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». На этом у меня все. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин